Всем привет! Мы начинаем наш еженедельный обзор сделок. Середина декабря и за ту неделю, которая прошла, были интересные события. И первое событие, и самое важное, это повышение ставки ФРС, которая, как и прогнозировалось, как и планировалось, была повышена на 0,25. Ну и рынки, казалось бы, начали реакцию. Сначала пошло вниз, но потом, как мы видим, уже на текущий момент рынок, особенно американский, ушел в боковик и там находится до сих пор. Рынок затаился, чего-то ждет, но, возможно, дождется он так и новогодних праздников и ничего особенного не произойдет. Но при этом на прошлой неделе довольно много было интересных сделок, как у меня, так и у моих студентов. И вот сейчас мы перейдем к разбору этих сделок. Но вот такая красивая техника. Хотелось бы на ней, конечно, поторговать, но это невозможно, потому что на ней крючочек, к сожалению, не работает. Поэтому данную технику мы оставим для дизайнеров. В путь! Итак, начинаем наш обзор сделок за неделю с 12 по 18 декабря. И что же интересного в эту неделю было? Конечно же, самое главное – это повышение ставки ФРС, которое так давно ждали и которое, наконец-то, произошло. На момент повышения аналитиками уже прогнозировалась вероятность вплоть до 99% того, что эту ставку повысят немножко. И, в общем-то, все ждали скорее пресс-конференции после ее повышения, на которой как раз-таки было сказано, что в течение семнадцатого года такое повышение возможно несколько раз. И ставку вообще могут довести до чуть ли не 1,3%. Так вот, на это рынки прореагировали в моменте вниз, но совсем немножко, не так, как ожидалось. Хотя на этом удалось немножко подзаработать, и вы увидите впоследствии на скриншоте, как это было. Но такое сильное движение, которое прогнозировалось, оно не было реализовано, и сейчас рынки находятся в боковике и ждут дальнейших сигналов к действию. Если посмотреть на фьючерс, вернее, на индекс S&P, ну и на фьючерс тоже картинка одинаковая, мы видим, что вот она реакция на повышение ставки, снижение совсем небольшое, в пределах там процента, и затем вот этот боковичок, который длится уже почти неделю, неделю. И коррекционного движения пока нет, но, в общем-то, и вверх движения пока нет. Если посмотреть на рынок нефти, то мы с вами можем увидеть на 4-часовом масштабе, что пока актив находится в повышающемся таком тренде, пробили хайгода, оттестировали его, удержали и дальше находится над этим уровнем. То есть, в принципе, вот такая картинка, она пока к росту, нежели к снижению. Снижение возможно, если, я думаю, закрепится данный актив ниже 53. Вот здесь ситуация такая. Ну и на фоне этого, в общем-то, на наших активах была некая волатильность, то есть, тоже, в принципе, движение боковое на хаях, особенно там по РТСу, по другим индексам, но есть волатильность. То есть, вверх-вниз фьючерсы ходят довольно неплохо, на этом можно успевать зарабатывать. Значит, вот такая первая сделочка к вашему вниманию. Это минутка фьючерс на доллар-рубль и наш традиционный пробой наклонный. Вот была такая и микро-наклонная нарисована, была нарисована и вот такая длинная, большая наклонная на пробой, который был осуществлен вход. И далее рынок пошел, пробил хайгода и произошло закрытие по цели каскадом заявок. Мы видим, как в момент, когда рынок ускорился, еще и повысились объемы. Это было нам дополнительным таким фактором. Далее, также продолжаем с фьючерсом на доллар. Мы видим ту же сделку. Видим, как мы закрылись здесь прекрасно по цели. Но при этом мы понимаем, что если бы держали до конца вечера, то профит мог бы быть аж на 650 пунктов больше. Ну, что тут можно сказать? Система есть система. И когда вы видите, что дальше фьючерс пошел, ну вот в основную сессию не так далеко, вот сюда, если фьючерс пошел дальше, то не стоит расстраиваться, не стоит корить себя за то, что вы не поддержали. В другой ситуации будет следующим образом. Вот из этого боковичка уйдет все вниз, и вы останетесь с носом, вас выбьют по стоп-лоссу. Поэтому торговая система превыше всего, и параметры тейка и стопа, которые в нее заложены, вы должны беспрекословно соблюдать. И ни шаг влево, ни шаг вправо. Нужно действовать иногда как робот. Далее просто нужно смотреть за различными торговыми сигналами, которые появляются или не появляются в дальнейшем на таком движении рынка. Ну вот, в общем, такой был денек. Далее были сделки и по опциону. В данном случае традиционно опцион по РТС. Идея заключалась в том, чтобы шортануть в данном случае РТС, актив, который завязан на западные рынки, в первую очередь на американский, шортануть его с учетом производного актива, то есть по опциону PUT на фьючерс, на индекс РТС. Что и было сделано. Был куплен опцион PUT. И мы видим, как за буквально считанные часы, хоть и с переносом позиций, но за считанные часы можно было взять плюс практически 20%. Чтобы на фьючерс РТС заработать 20%, вы сами понимаете, это нужно поймать довольно сильное движение, да еще и на весь объем позиций. Поэтому опционы интересная вещь. Вы всегда можете их изучить у нас в рамках наших курсов. Либо индивидуальное обучение, если вам это интересно. Либо поучиться самостоятельно. Есть книги, но они, конечно, довольно заморочены. Как бы то ни было, идея сработала, было принято решение по ставке, ставка была повышена, фьючерс РТС пошел вниз и на этом опцион вырос, удалось закрыть неплохой плюс. Его можно было, кстати, закрыть намного больше, но система, повторюсь, есть система. Далее есть фьючерс РТС и на нем было две аккуратненьких сделочки. Это было 12 числа, это был понедельник и был гэп после того, как выходные в прошлые страны, не входящие в ОПЕК, приняли решение также о сокращении запасов нефти. Нефть пошла вверх, фьючерс РТС открылся гэпом вверх и можно было на пробое наклонных совершить парочку сделочек, что и было сделано. Ну, они довольно похожи. Главное здесь было, конечно, в этом боковичке не распилиться и не пытаться отыграть все вот эти движения, особенно сигналы в шорт. Если смотреть дальше, то нас ждет опять возвращение к доллару, рублю, к фьючерсу, и на нем мы видим, как происходит такой пробой наклонный. Вот эта сделка типичная, запомните ее, далее будет следовать несколько скринов моих учеников и участников мастер-группы. Они открывались схожим образом, у них прям сделки все под копирку. Это то, что я называю командной работой. Было сделано схожее с этой, то есть на пробой наклонной, видите, позиция была открыта и далее закрыта в районе минимума дня. Вот эта линия, это район минимума дня тоже довольно неплохо получилось. Вообще неделя в этом плане была довольно хорошая. Объемы были снижены, но традиционно я их снижаю перед Новым годом, потому что рынок не такой предсказуемый, ликвидность падает. Но, тем не менее, даже на небольших объемах все равно можно было подзаработать деньжат на новогодние подарки. Значит, здесь хай 13-го числа, позиция была открыта в шорт, вроде как удержали уровень, а нет. Далее пошло движение вверх и я был выбит по стоп-лоссу. То есть, не без шероховатостей и некоторые дни действительно заканчивались стоп-лоссами. Это нормальная ситуация, нормальное явление в нашем трейдинге. Вот это отыгрывание ставки ФРС. То есть, принял я решение взять нетипичный для себя инструмент фьючерс на Сбербанк, понимая то, что происходит такое знаковое событие в финансовом секторе и подумал о том, что вполне может сильнее других вниз пойти Сбербанк, банковский сектор, на вот это решение о повышении ставки. Но это, опять же, была неточность, назову ошибкой, все-таки Сбербанк вниз пошел. Не точность, потому что РТС пошел в несколько раз сильнее. И если на открытие вот этой позиции и закрытие ее в дальнейшем по цели было заработано там порядка 15 тысяч рублей, ну, с учетом даже перезахода по стоп-лоссу, то на РТСе там, конечно, можно было заработать в несколько раз больше. Поэтому мне и нужны в итоге трейдеры, помощники, которые бы открывали вместе одновременно на разных инструментах фьючерсные контракты. Это было бы очень кстати и в этот момент, и во многие другие. Ну, а конкретно по этой сделке был открыт шорт, далее закрыт по стоп-лоссу, так как выбили вот этот печочек такой маленький. Но далее, в общем-то, опять был заход на пробой, и позиция была переоткрыта, и в дальнейшем закрыта уже четко по цели. Поэтому здесь также плюс. Ну и переходя к сделкам лучших студентов, они были вот такие. Все больше студентов присылают, и участников мастер-группы присылают свои скрины. Мы активно общаемся в чате, и многие совершают все более и более осмысленные сделки. И меня больше всего радует, что сделок становится меньше, но они более качественные. Если раньше можно было у трейдеров наблюдать очень много сделок, и в боковике, и по непонятным сигналам, то теперь все аргументированы, все подписаны, и логика в каждой сделке практически есть. Это очень хорошо. Поэтому сделки лучших студентов выглядят следующим образом. Здесь был открыт шорт на пробой наклонной в продолжении трендового движения с закрытием по цели. Далее у студента был открыт шорт. Помните, я сказал, что схожая сделка. Вот она, в общем-то. Видите, по 62,675. Там у нас разница с студентом, мы еще переписывались, была, по-моему, в один пункт. Вот у меня 62,675, у него 76 открытием. Закрытием, опять же, по цели все четко. Мои настройки студент применил. Прям смотрю, не нарадуюсь. Далее схожая сделка, но уже на фьючерс, на РТС. Так и подписано. Еще один шорт. Командная работа. Вместе в чате на эти сделки смотрели. Вот, опять же, ну, так уж получилось. Были такие картинки рынка, что много было сигналов на пробой, именно наклонных. Вот здесь тоже на пробой. Шорт. И далее закрытие по цели. Это наша студентка, которая также оперирует на фондовом рынке очень активно. Эти настройки вы, наверное, уже из предыдущих выпусков видели. Здесь, как вы видите, позиция еще полностью не закрыта. И есть определенный каскад заявок. Это закрыта лишь первая часть, первая цель. Далее движение продолжалось вниз. И следующие цели также срабатывали. И вот еще вариант. В общем-то, последний на сегодня. Студент, который осуществил также сделочку. Здесь не без шероховатости было. Был открыт лонг от зоны поддержки. Был открыт лонг. Затем выход по короткому стоп-лоссу. Такие стоп-лоссы ставить я, конечно, не рекомендую. Но, тем не менее, здесь была шероховатость. Можно даже сказать ошибочка. Но студент исправился. Видите? Исправился. И тут же, поняв свою ошибку, а они вполне допустимы в начале карьеры, перезашел в лонг. И далее уже закрывал позиции каскадом. Раз. Два. И вот мы видим третий тейк. Обозначен довольно оптимистичный. Но, тем не менее, трейдер настраивался на него. И стоп-лосс, я так полагаю, по технологии нашей подтягивал вслед за ценой. Ну и, в общем-то, традиционно, в заключении, вы видите наши ссылочки, которые вам говорят о том, что можно учиться бесплатно, читая наш блог, смотря мои видео сделок, смотря, в общем-то, мои какие-то комментарии по рынку. Можно учиться более интенсивно. Это третья ссылка в индивидуальном обучении, либо на нашем курсе «Трейдинг на миллион», либо, в общем-то, попадать в наш торговый чат, но в него, к сожалению, нельзя попасть, не пройдя обучение. Это нужно сделать, чтобы мы с вами и ребята говорили на одном языке. Ну, в общем-то, на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И будем надеяться, что следующий обзор будет не менее интересным и сделок будет еще больше. Пока.